Так как наш канал посвящен автомобилям, пройти мимо этой новости мы просто не могли. Сегодня выпуск будет не про новые модели, а про тех, кто теперь помогает им на дорогах. Помните культовый фильм в конце 80-х про полицейского робота Робокоп? Так вот, будущее из кино постепенно добирается до реальности. И самое удивительное, первым такую технологию внедрила не Япония, которая десятилетиями считается лидером в разработках, а в Китае. Роботы постепенно становятся частью нашей повседневной жизни. Сегодня это уже не только привычные роботы-пылесосы, которые помогают поддерживать порядок дома, но и более сложные гуманоидные роботы. По заявлениям разработчиков, такие машины создаются, чтобы помогать людям в различных сферах, от обслуживания и сопровождения до выполнения опасной или монотонной работы. Постепенно граница между технологиями и повседневной жизнью стирается, и роботы все больше интегрируются в наше окружение. В китайском Ханчжоу, одном из главных технологических центров страны, появился первый в мире робот-регулировщик с искусственным интеллектом. Этот 180-сантиметровый гуманоид уже работает на одном из самых напряженных перекрестков города, управляет транспортными потоками. Фиксирует нарушения и даже выдает водителям вежливые голосовые предупреждения. Для мегаполиса с почти 12 миллионами жителей, где машины и мотоциклы движутся плотным и быстрым потоком, такая помощь давно назрела. Появление необычного инспектора быстро стало темой обсуждений. Одних поражает прогресс, других настораживает идея роботизации городской безопасности. Робот под названием Хансин-1 оборудован камерами, датчиками и системой жестовых сигналов, чтобы помогать регулировать движение в часы пик, когда дороги переполнены автомобилями, электросамокатами и пешеходами. Его движение, от жеста стоп до указаний двигаться прямо или подождать, имитирует действия настоящих регулировщиков. Кроме того, он способен использовать свисток и синхронизировать свои команды с работой светофоров, обеспечивая более слаженное и безопасное движение. Робот работает от съемного аккумулятора, заряда которого хватает примерно на восьмичасовую смену. После окончания работы он самостоятельно возвращается на док-станцию. В перспективе таких роботов планируют обучить выявлять неправильно припаркованные машины и автоматически уведомлять соответствующие службы. Внедрение умных роботов-регулировщиков в Ханчжоу стало частью масштабной цифровой трансформации городской инфраструктуры. Город, известный как один из ведущих технологических центров Китая, тестирует систему, которая демонстрирует, как роботы с искусственным интеллектом могут улучшать повседневную жизнь мегаполисов. От повышения безопасности на дорогах до оптимизации транспортного потока. Если эксперимент окажется успешным, аналогичные решения могут появиться и в других городах страны. Раньше мы восторгались роботами только на экране кинотеатров, а сегодня они все смелее выходят в реальный мир от домашних помощников и автономных автомобилей до интеллектуальных систем, которые меняют привычную жизнь вокруг нас. И хотя сегодняшний герой нашего видео, робот-регулировщик, пока работает под присмотром офицеров, ясно одно – технологии берут на себя рутину и опасные задачи. Освобождая людей для более творческих и сложных решений. Для нас, любителей автомобилей, это еще один повод наблюдать, как искусственный интеллект делает дороги безопаснее для каждого. Кто знает, возможно, через несколько лет мы будем встречать на перекрестках не только живых регулировщиков, но и их умных коллег, которые никогда не устанут, не отвлекутся и будут точно знать. Как удерживать поток движения под контролем? Будущее уже стучится в двери, и нам остается лишь наблюдать, как фантастика превращается в реальность прямо на наших дорогах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok